всем привет дорогие друзья из солнечной алании привет сегодня воскресенье и мы решили провести этот прекрасный день вместе с вами сегодня в алании стоит потрясающая погода сегодня 10 мая и мы приехали в обу чтобы встретиться с эндрю и узнать как он проводит это все проводил это все время в изоляции потому что до сегодняшнего дня людям старше 65 было запрещено выходить из дома а сегодня 4 часа разрешили что хочу вам сказать в первую очередь друзья не забывайте подписываться на наш канал где мы вам рассказываем о всем самом интересном и полезном которое происходит в алании в турции о жизни отдыхе бизнесе в турции не забывайте ставьте пальчики вверх комментировать ну и конечно же в описании ко всем и видео есть мой ватсап пишите буду рада ответить на все ваши вопросы конечно же друзья многих из вас интересует как люди проводят свой карантин чем занимаются и сегодня как я уже сказала мы встретились с эндрю давайте послушаем что он скажет и совершенно случайно встретились со знакомой и андрю и с мариной наши подписчицы поэтому поэтому давайте послушаем что же они делают на карантине как проводят свое свободное время сегодня людям старше 65 разрешили выходить на улицу с 11 до 3 дня и вот так вот эндрю сидит на лавочке мимо проходили его знакомые и мы стоим общаемся вот так вот на расстоянии ванна на geçе на на Tea давно Moscани их на трех сантиметров и hopped диметизма на пробел в карантин в everyone who else always футболит наour и вот эуэнгет из жилы к я все еще раз и кэппуфу но я знаю на нужный кэппуфу был отличным кэппуфу на бакпуфу грнесс Финк в первое я очень рада его выигрывать и от юбкб второй Мы сделали балконе furniture, мы сделали кофе-табель, лантерн. Это как я держусь, и я надеюсь, что все остальные здоровы и здоровы. Меня зовут Андрю, я живу в Алания. В последние 8 недели я был в доме, для того, как и коронавирус. Конечно, это было тяжело, но я всегда на моей Алания-экспат-социал-группе поговорю с людьми и объясняю, что происходит, потому что люди не понимают правила правила государства. Мы пытаемся сделать, чтобы мы дали им все правила информация. Когда я не делаю это, я готовлю, я ставлю 5 килограмм, но я сделал мой балконе выглядеть очень красиво. Я делаю свое время с мной. Я не имела много времени для меня, но сейчас я имела время для меня. Я делаю много думать, я пришел много планировать для будущего, но вы можете мечтать. И это было бы на помощь от изоляции, я думаю, что это было хорошо. Поэтому это не все плохое, я просто надеюсь, что это скоро улетает. Но лучше, 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 чем жизнь может обратиться к новому виду. После того, как я был в доме, сегодня, на Сунидей, мы позволили вы выходите, люди более 65. Мы можем выходить от 11 до 3 до вечера. Мы можем ходить близко к доме. Ну а как мы проводим свое свободное время, вы уже знаете, мы, конечно же, работаем дома. И находимся дома, по необходимости выходим на улицу. Но с завтрашнего дня, с понедельника, с 11 числа я уже пойду в офис. В офисе я не была с 11 марта, представляете? Поэтому обязательно пишите, как проводите свой карантин вы, как ваше настроение. Ну а в следующем видео мы расскажем вам. Там поступило, кстати, интересно, поступил интересный вопрос о том, как живут пенсионеры в Турции на пенсии, иностранцы. И будет видео по поводу того, что происходит с туристическим сезоном. Ну и, конечно же, самое главное видео по поводу того, насколько можно прожить в Турции в месяц двоим, имея или не имея свою квартиру. Это тоже очень интересный вопрос, поэтому обязательно подписывайтесь, и в следующих видео мы поговорим с вами об этом. Ну а сейчас давайте все-таки послушаем, чем же занимается Марина и как проводит свое время, оказавшись на карантине в Алании. Здравствуйте! Привет всем! Меня зовут Марина. Я из Финляндии. Приехала 29 февраля в отпуск в Аланию на три месяца. В результате оказалась вот в такой вот изоляции, которая прошла для меня, в общем-то, безболезненно. Можно сказать, нахожусь в тепле, продукты есть, все прекрасно. Ну, возникла небольшая проблема. Нет полета в Финляндию до конца мая, а может быть и только в июне, поэтому я не знаю, как я вернусь на работу. Привет всем коллегам! Все хорошо, так что, друзья, не бойтесь, приезжайте в отпуск в Аланию. Здесь очень хорошо. Я рекомендую. Марина, расскажите, кем вы работаете в Финляндии, чем занимаетесь и сколько раз вы уже в Алании? Я живу в Финляндии уже 21 год. Работаю так же, как и в России, врачом, но нужно было сдавать экзамены. Это был сложный процесс, но ничего, это все можно было выполнить. Работаю врачом в поликлинике, врач общей практики. То есть вы сначала выучили язык, получается? Ну, язык, можно сказать, да. Я когда переехала, я вышла замуж, переехала, я посетила курсы, но поскольку я из Карелии, наверное, как-то карельский язык не было. То есть высшее образование вы получили в России? В России, да, в Петрозаводске я закончила, в Петрозаводске университет. А когда переехала в Финляндию, сначала ходила на языковые курсы, сдала экзамен по языку, а потом нужно было сдать три экзамена, чтобы подтвердить врачебный диплом и получить диплом врача в Финляндии, как бы возможность работать врачом. Работать врачом в Финляндии очень хорошо, мне нравится. И достойное вознаграждение. Поэтому есть возможность путешествовать. В Алании я уже шестой раз, мне здесь очень нравится, климат подходит мне, море тёплое. Ну, по всем параметрам. В общем, свежие фрукты, овощи. Чем занимаетесь в отпускном карантине, как дни проводите? Вы где остановились, в каком районе? Я остановилась в районе Оба. Мы как раз сейчас в Обе и находимся. Да, в Обе, мне здесь нравится. Прохожу разные практики, попробовала рисовать, правополушарное рисование изучать через компьютер. Практикую язык. Вот хотела посетить тут группу, которая английского языка. Они, кстати, проводят каждый четверг в 2 часа по Зуму. То есть они не встречаются физически, а по Зуму. Ну, во всяком случае, план был такой, что я встречусь с вами. Я рада, что я увидела вас на улице. Вот, что совершенно случайно, да. Мы приехали на встречу с Эндрю. Окей. Так что, Эндрю, я многих людей через ваше видео узнала, стала с ними в Фейсбуке друзьями и планировала встретиться с ними. И, к сожалению, это не так удалось. Но, во всяком случае, я своим отпуском довольна. У меня отличное настроение. Я чувствую себя прекрасно. Я загорела. И я надеюсь, что еще все-таки мы успеем поплавать. Будем, будем надеяться. Потому что, кстати, многие пишут, как мы скучаем по морю. Скорее бы все открылось, скорее бы разрешили. А представьте, как скучаем мы, находясь здесь. Нам нельзя. И, кстати, многие тоже пишут о том, что мы не понимаем, почему запрещено купаться. Почему запрещено ходить на пляж, чтобы народ не кучковался на пляжах. Если разрешат купаться, вы сами понимаете, что народ быстренько сбежится на пляжи и будет там кучковаться. Поэтому запрещено и ходить на пляжи, и, соответственно, из этого вытекает, что запрещено купаться. С детьми гулять запрещено. По этому поводу штрафуют сразу. И очень многие пишут тоже в фейсбуке, мы вышли с детьми погулять, нас оштрафовали, что делать? Ничего не делать, не ходить. Не ходить? Не ходить, потому что вопрос на ношение масок и вопрос штрафов, он не обсуждается. То есть, как бы вы не писали, что это бессмысленно, непонятно и так далее. Вот, да, лицейские сводки будут. Сегодня разрешили в этом лице. Да, контролируйте. Сегодня мы приехали на встречу с Эндрю, но встретили также Марину на пляже, и она знает Эндрю через мои видео. И, как Марина уже сказала, она хотела поучаствовать в группе английского языка. Сейчас группа английского языка не собирается физически, а занимаются они по зуму. Как я уже сказала, стоит просто потрясающая летняя погода. Цветут цветы. Все парки до сих пор загорожены. Мы приехали, кстати, в 11, народу было меньше, а сейчас народу достаточно поприбавилось. Ну, стало больше. Конечно же, запрещено, запрещено заниматься на тренажерах. Здесь тоже все перетянуто. Сегодня разрешено людям старше 65 выходить на улицу, поэтому очень многие вышли и гуляют. Мы сейчас находимся в районе Оба. Здесь у нас вот такая вот прогулочная набережная. Очень много отелей, много зелени. Здесь также есть много пляжных баров, много отельных пляжей. Поэтому, если вы приезжаете в этот район, то можете увидеть, как эти пляжи сейчас выглядят. Пляжи, конечно же, готовят к сезону. Уже май месяц. Сезон уже давно должен был начаться, но, к сожалению, не начался. Сейчас мы с вами спустимся, конечно же, к морю и насладимся всей вот этой вот красотой, которая у нас здесь есть. Вот вы видите один из пляжных баров. Он, конечно же, закрыт. Никого нет, но мы надеемся, что в ближайшем будущем Аланье оживет и будет радовать и нас, местных жителей, и туристов. Море сегодня очень красивое, но, как и всегда, в Аланье море всегда разное. Поэтому давайте спустимся вниз и насладимся этой красотой. Друзья, не буду, не буду долго разглагольствовать, а оставлю вас наедине с морем. Надеюсь, вам это поднимет настроение и надежду на то, что все вы в скором времени сможете приехать в Аланье. Пойдемте любоваться морем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока-пока Пока-пока DimaTorzok 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 DimaTorzok